Ну и ладно, хорошо. Вопрос первый. Чай, кофе, кефир, молоко. Чего? Чай. Вот пакетик. Другого у меня нет. Нет, другой есть тоже. Нормальный, мне всё равно. Могу кофе. Нормальный пакетик. Могу кофе, мне всё равно. Я готов. Сколько наливать? Полный? Нет, не полный. А у вас есть охлаждённые? Как? Охлаждённого кипятка ж нет? Не понял. Охлаждённого кипятка всё равно нет. Поэтому вы спрашиваете, полную, не полную? Полную наливайте. Полную наливаю. Всё остальное перед вами. Спасибо. Вот этот сахар. Другие всякие печенюшки. Вот это халва. Самому надо ездить. Может, поесть чего-нибудь? Нет, нет, нет. Но я же ехал, звал. Ну понятно, хорошо. Так, а пакетик можно покинуть вот сюда. Угу. Да пусть попал. Ага. Всё остальное для самообслуживания. Угу. Значит, кефир, молоко убрать? Да, да. Мне ничего не надо. Всё? Я сам думал, что за компанией мы с вами. Так, пусть это остынет. Остынет. Я ее горячее не могу. Ну, значит, всё. Печенье, всякое. Ну, спасибо. Я не голодный. Я в водичке попал. Ну, ладно. Хорошо. Пейте. Я пошёл в комнату. А голодный. Будьте меня снимать здесь. А я позавтракал только что. Хорошо. Ну, может, я пойду поговорим. Потом я буду додут. Какой щиток приходить. Додут. Додут. Вот. Отлично. Так. С этим закончили. Вот теперь дальше. Значит, это мы убираем. Сохранить. Так. Вот теперь я бы просил вас ознакомиться вот с этой частью статьи. Вот садитесь и читайте. Сейчас ознакомлюсь. Вот я вот это вот. Могу вас мыть сюда? Так. Один момент. Один момент. Да. Сейчас. Погодите. Вам надо включить. Сейчас. Один момент. У меня есть удлинитель. Это отдельная проблема. Вот длинный шнур. Ну, есть вот эти длинные. Включить вот в эту розетку с той стороны. Ага. 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 Вот здесь. Ну, замечательно. Так. Смотрите. Вам знаком такой термин? Трибо-люминесценция. Трибо- это трение. А? Трибо- это трение. Нет. Ну, может быть не трибо, а может быть соно-люминесценция. Нет. Вот есть такой термин. Трибо-люминесценция. Ну, нет, значит нет. Я соно-люминесценцию знаю. Как? Соно. Соно-люминесценция. А соно- это что такое? Ну, звук. Гремучая люминесценция. А трибо- это трение-люминесценция. Нет. А, понятно. Ну, когда сахар кусочек раскалывает, возникает свечение. Да, но это не трибо. Ну, у меня знаний-то никаких на этой части. Я посмотрел вот здесь. Может быть не трибо. А как? Соно, да? И не соно. А что это? Это низкоэнергетические ядерные реакции. Нет. Это я понимаю прекрасно. Сейчас я вспомню фамилию. Дело-то сейчас в чем? Скажите, пожалуйста, каменный уголь. Каменный уголь- это кристалл? Аморфная. Аморфная, значит, он кристаллитом можно назвать. Там есть центры кристаллические. А между ними бахрома всякая аморфная. В общем, исследование на рентгенах. Как это? Рентгенах. На рентгенах не видно структуры кристаллической. Но она не является общим, да? Да. Это ближний порядок. А на дальнем порядке там мощное вещество. Понятно. Хорошо. Теперь скажите, пожалуйста, не замечено ли было когда-нибудь свечение при добыче каменного угла? Что машина, значит, в момент откалывания, значит, что-то появляет свечение? Во-первых, я отвечу, что нет. Но теперь поясню, почему нет. И почему этого не может быть. Потому что раздавленная краевая часть угля, она ну, расстресканная, рыхлая. Там нету той энергетики, чтобы... Там руками можно отломнить кусок угля. Если бы это, ну, как вот эксперименты, где было свечение, лёд кололит. Вы говорите про сахар? Лёд, да. Сахар, да. Я про лёд. Там, в общем, у нас в условиях шахты свечение никто никогда не обнаружил. У нас свечение другое. У нас попадается сернистый колчадан. Есть какие-то вкрапления в угле любых минералов. И когда зубцы комбайна бьют по нему, там сноб исправь идёт. Огонь такой, что от этого имитанта загорается и взрывается. Свечение не при разрушении угля, а свечение от трения, как огнево, ну, сернистый колчадан. Трёдое украпление в угле горной породы, другое, минералы. А в него, когда бьётся побегетовая коломка зубца, и искры летят. Трубы металлические попадаются в угольных пластах. Стальные. Что попадается? Труба металлическая, стальная, в которой была пробована герездационная скважина, обсажена стальной трубой. И когда комбайн её рубит, то огонь летит. Меня интересует, при каких условиях появляется сметана. Вот это прямой к Вам вопрос. Нету. Что известно? Что известно, что его нет в угле до начала ведения горных работ. Еще раз. Вы говорите погромче, я плохо слышу. Угольный пласт не проницает для газа. Как стекло он. Вот так. Это эксперимент шахтный. Когда две скважины или три пробурить на пласт, скважину, оборудовать их манометрами, то сообщающиеся сосуды не сообщаются. На одной скважине давление 20 атмосфер газа, на другой 5 атмосфер. И оно не выравнивается. Угольный пласт имеет нулевую газопроницаемость. Поэтому, как может метан, если он там содержался, выделяться оттуда, значит метана в угле нету, раз он непроницаемый. Откуда берется метан? Тем не менее метан идет. Ну это как вот, допустим, это из роддома вышла женщина с ребенком. Откуда взялся ребенок? Значит метан образовался, синтезировался. Это когда? Из чего? Из чего? Я из элементарных частиц, из эфира, самозгорка. Я понял. То есть никто на сегодняшний день пока не знает? Официальная наука считает, что причина такой истая среда, что метан там в свободном виде, что он фильтруется. Но он же накапливается? Как он накапливается? Ну как? С чего вдруг пожары на метане происходят? Откуда-то он берется? Метан выделяется. Из чего? Из угля. Из угля выделяется? Да. Вот стенка есть. Вот мы в комнате сидим. Представьте, что это стенка из угля. Вот из нее вода капает. Метан выделяется. В одних шахах метан, в других шахах... Значит, минуточку. В самом угле же метана нет, а тем не менее он выделяется. Официальная наука считает, что он там есть. А официальным не наплевать. Мне важно, что вы считаете. А я считаю. Я эксперимент провожу с шахами. Так. И в результате эксперимента получаю, что угольный пласт не газопроницаемый. Из газонепроницаемого не может выделяться метан. Так. И не может вода выделяться. А вода в шахтеры в сапогах ходит. Вода выделяется. Значит, вывод отсюда я делаю, что он... Минуточку. Из угля выделяется вода? Нефть, вода. Газ любой. Углекислый газ. Азот. Метан. Есть шахты, которые углекислым газом страдают. Вот в подмосковной бассейне здесь был один углекислый газ. Метана здесь не было никогда. Васильевич, с чего я вас попрошу? Я прошу прочитать вот этот кусок. Вот там и подальше чуть-чуть. Это моя позиция относительно образования углерода в листьях. Вообще, в растениях. Нет ли чего-нибудь подобного в шахтах? У вас в листьях из воды образуется, из кислорода воды. Был О-16, одна альфа, часть улетает, получается С-12. Совершенно верно. А улетает под воздействием света. Да. Вот. Свет раскачивает и выскакивает за пределы взаимодействия сильного ядерного. Значит, очевидна постановка, что надо цветущие растения проверить на выделение гелия. Да. Ну, в принципе. В принципе, да, но некому. Это другой вопрос. В принципе, да. Вот нет ли подобного механизма, не может ли быть, хотя бы гипотетически, какой-то подобный механизм для выделения метана? Значит, к метану это неприемлемо, потому как масштабы выделения метана, ну, вот расход метана, дебит его. Как? Дебит, расход, это не одна-две молекулы метана в секунду, а это тысячи кубических метров метана в секунду. Да. С квадратного метра, допустим. С квадратного метра, допустим. Это огромный расход. Как? Метана, которого там не было. При выбросе метана и угля есть такое явление, то поток настолько великий, что порода по розничную машину или комбайн угольный, который весит как танк, его отодвигает этим газом, потоком газа. Есть вентиляторы главного проветривания, которые на поверхности стоят, воздух дует в шахту. Так вот, этот поток идёт в обратную, вентиляторы начинают крутиться в другую сторону, огромное количество газа выделяется. Я цифры не помню, но могу найти. При газоносности, по данным геологов, там 20-40 кубических метров на тонну угля, выделяется 500 кубических метров на тонну. Если посчитать вот из этой полости, которая там имеет глубину 12 метров и ширину 4 метров, объём угля посчитать, который выброшенный, так как стенки непроницаемы дальше, то вот как бы в этом угле содержалось вот такое огромное христианское. Я хочу сказать, что этот механизм, ну это же макро-явление, это даже мега-явление, но не одна, две, три молекулы образовались. Нет, то, что вы говорите, мне совершенно понятно. У вас в скорости. Но нет ответа на вопрос, откуда, каким образом. Как бы я хотел сказать, что вы хотите сразу вот откуда. Нет, я ничего не хочу. Откуда. Значит, я вам попытаюсь рассказать, почему, у меня нет ответа на этот вопрос. Значит, химия у нас, насколько вы, наверное, знаете, что это взаимодействие верхних электронных оболочек. А у атомов есть ещё оболочки. Вот там энергии взаимодействия ЭВЫ, электроновольцы. Химики говорят, что если уже энергия выделяется там МЭВЫ, ГЭВЫ, то это физика, это не химия. Вот ядриды металлов, если их нагревать, но ядрид – это металл, насыщенный водородом. Молиблиан, титан, никель хорошо поглощает. Никель поглощает количество водорода больше, ну не то, что больше, а больше того, чем он находится в жидком состоянии. Вот кубический сантиметр жидкого водорода, так в кубическом сантиметре никеля больше водорода, чем в кубическом сантиметре жидкого водорода. Очень много поглощает. Так, повторите фразу сначала. Гидрид, да, на конце металла – это водород в кристаллической решётке никеля, допустим, атома водорода. То есть не чистый. Он содержит водород? Да, и вот когда его нагревают, то вот последние годы, где-то с 2011 года, даже с 1989 года, экспериментаторы получают испыточное выделение тепла при нагреве гидрида. И это явление экспериментально повторено много раз в разных лабораториях. Объяснения нету. Первоначально это назвали холодный ядерный синтез. Но физики уперлись, что если ядерный, то должно гамма лететь, нитроны, жёсткое излучение быть. В этих экспериментах не наблюдается жёсткого излучения. В этих экспериментах нитиль превращается в медь, опять в стабильную медь. Нету радиоактивных изотопов. У нитиля там пять изотопов, вот он может один в другой превращаться, там, в 52-62, но опять-таки в стабильный. Так как нету и гамма-излучения, в физике эти эксперименты говорят, этого не может быть. Но с физиками делают ядерные. Нет, 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 либо это химия. В физике этого не может быть, в ядерной. В атомной не может этого быть. Там-то должно быть жёсткое излучение, там клоновский барьер, там не может нитиль превратиться в медь. Химики смотрят энергию, она на два порядка, три порядка больше, чем самая химическая реакция там. Что-то пентабараны, гексабараны, ракетное топливо даёт. Значит они говорят, что это физики. У физиков эвные энергии электроновольта, то есть у химиков, а у физиков мега, мэвы, гэвы. То есть есть область кремная, килоэлектроновольта. Она никак не исследовалась, нет этой вот химии. Поэтому на сегодняшний день вот у низкоэнергетических ядерных реакций, или там холодного ядерного синтеза, или ещё как его называют по-другому там, нет теоретического обоснования. Но эксперименты есть, которые показывают избыточное выделение тепла. Значит, тепла столько выделяется, что там явно ядерная реакция. Идёт спор. Вот я отвечаю на вопрос, почему я не могу объяснить, откуда взялся метан. Значит, вот эта область кремная, она вообще-то не существует. Вот ни в учебниках, нигде её нету. Это последние десять лет разработки. Есть непризнанные теории того же Болотова, Бориса Васильевича, у которого вы были. У него химия второго поколения. Вот у него, похоже, ну у него именно вот взаимодействие не химических элементов между собой, а каких-то кластеров. Вот сегодня физики, последние сольювения, они пришли к мнению, что это коллективное поведение, это кластеры, это не микроявление, а макро. Что вот если до, ну как бы, реакция, есть в реакторе топливо, а есть залра, уже после того как. Так вот, делают микроэлементный анализ топлива, изотопный анализ, смотрят, что там, какие металлы и всё. И потом смотрят залог. Там другая, другая комбинация металлов. Поначалу это явление назвали так, как из никеля получалась медь, но тут был никель, хоть не очень чистый, но никель, там 80-90%. А в зале медь и что-то ещё. Тут решили, что это трансмутация, так назвали. Ну известно, физики, соседний элемент назад или соседний был вперёд, это трансмутация. Сегодня этот термин считается неверным, это не трансмутация. Потому что трансмутация, это когда один элемент образуется, и из никеля медь. А тут была комбинация десять элементов. Одних там никель, титан, там что-то ещё. А в зале другая комбинация элементов. Там может быть тоже это самое, но и там появился какой-нибудь алюминий, стронций, которого не было там вообще. Вот была одна комбинация превращается в другую комбинацию. Это не ядерные реакции, не химические реакции. Это реакции на уровне перестройка, их сейчас предлагают называть не трансмутация, а трансформация. Нуклидов или ядер. Предполагается, что это какие-то комбинации ядерные, ну ядерные молекулы. Но ядерные молекулы тоже термин, по-другому там определению у него. Некие кластеры, которые перестраиваются. Что внутри происходит, как они там отмениваются нейтронами, наука не знает. И экспериментаторы тоже. Они знают вот топливо, а вот зола. Произошла перестройка, выделилось столько-то джоули, там, тела джоули тепла. Вот это вот область химии или физики, как хотите. Ну химия это раздел физики. Его нету еще в учебниках сегодня. Но я даже для образования своего метана, вот он сейчас этот раздел физики зарождается. Может я доживу, скоро будет и в учебниках он. Все равно он не приемлем для образования метана. Там скорость образования намного больше, чем вот это вот в перестройке кластеров. Но в этих реакторах, в экспериментах, там один грамм никеля. Из него делали там какие-то анализы. У меня же выделяется огромное количество газа. Я это назвал самосборкой. Как? Самосборка. Ну вот как живая природа, белки образуются. Там они сами собираются. Какие-то там, при образовании белка, там кислотные какие-то остатки, вот они собираются со скоростью где-то 3-5 этих вот кислотных остатков в секунду. Это большая скорость сборки. Так вот молекула метана собирается из элементарных частиц каких-то из нуклонов, из платонов, а те в свою очередь из амеров, там из эфира. Идет самосборка. Вот дом можно построить из кирпичей, а можно перестраивать готовый дом в другой дом. Вот там энергии очень большие тратятся. А при самосборке энергии минимальные. В общем, я делю холодную трансмутацию ядер, как она сейчас вот называется, на две части. Есть вот та, о которой я говорил, что это трансформация, перестройки кластеров. А есть самосборка, который вот холодный ядерный синтез, он в физике запрещенный, потому что есть горячий термояд. Холодного, ну не может быть. Или как может быть, но тогда нужны либо температуры миллионы градусов, либо каким-то образом преодолевать баргию. В общем, потерял мысль. В общем, я отвечал на вопрос, почему я не могу ответить вам, откуда он берется. Есть гипотеза моя, что это самосборка. Что это чего? Самосборка молекул метана из элементарных частиц, а те, в свою очередь, из эфира. Метан образуется тогда, когда уже начались разработки, или он их до этого там был? Я... никто не знает, был он там или не был. Те, которые пришли и начали вести разработку, они видят метан. Они говорят, что если он выделяется, значит он там был. Нет, подождите. Это те, которые так... Он выделяется куда? Уже в шахту? Да, да, в выработку. Нет, а до этого он в шахту не выделялся? Неизвестно. До постройки шахты, неизвестно, был он там или не был. Официальная наука считает, что он там был. Я говорю, что его там не было. И я доказываю то, что его там не было, а он появился. Вот рядом экспериментов. Первый эксперимент я вам сказал... Понимаете, Хрисович? Не на все вопросы сегодня ни эфиродинамика, ни тем более вязи физики не могут ответить безусловно. Но нужно сформулировать постановку задачи. Я ее формулирую так. Нужно создать химию второго уровня, внутренних оболочек. Вот, например, вот это. Если мы ее не создали и не имеем, то объяснять это явление той химией, которая у нас сейчас есть, бесполезно. Бесполезно. Тут я с вами совершенно согласен. Но это самое... Если мы не знаем, так сказать, почему и чего, то мы не можем бороться. Мы можем бороться. Почему? Мы про огонь. Первобытный человек не знал, что такое плазма. Холодная плазма, там еще что-то. Но он же использовал его. Суп варил там. Можно, не зная явления, бороться с ним. Вот я предложил способы борьбы с угольным метаном. Вернее, не борьбы с ним, а... Так как его там не было, но он выделяется, значит, я говорю, что он образуется. Теперь где образуется? В шахте никаких процессов, кроме трещинообразования, нет. Трещинообразования, это когда... Созерство гундали, то есть обнаженная поверхность, начинает уголь из горной породы выпучиваться и трескаться. Ну вот, понимаете, как ясно говоря, вот все лежит спрессованное. Приходит человек и начинает вытаскивать уголь. Значит, равновесие нарушается. Механическая равновесие. Механическая равновесие. Нарушается. Нарушается. Вот не может ли оно как-то вот косвенно влиять? Не может. Я говорю, что это именно поток механической энергии. Ведь что такое... У горняков есть термин горное давление. Это как бы выше лежащий столб. Да, да, да. Но горное давление должно сверху вниз давить. А почему? Оно давит как в воде. Снизу, с боков, со всех сторон. Совершенно верно? Нет. Если давить сюда, а оно пытается расшириться, появляется боковое давление. Вот я называю это потоком механической энергии. Горное давление – это поток механической энергии, втекающий в эту вот выработку. Он эту обнаженную поверхность, стенку, как парус, надувает, выпущивает, берет и образуются трещины. Трещины, которые проросают. На их острие – это концентратор механического давления. В общем, там возможны такие механические напряжения, при которых происходит выброс эфира и более на крупном масштабном уровне. Ведь мы в лаву или в выработку получаем выброс угля и газа. Уголь этот уже измельченный до нано-вещества, до нано-размеров. Он слипается, эти нано-частицы, и мы можем там уже микроны мерить. Но если посчитать энергетику, которая нужна для измельчения вот одного кубометра угля до такого состояния, то она никак не бьет с той глубиной, там, 500 метров. Ну, хорошо. Предположим, ваша гипотеза верна. То, что ее не признает никто, это совершенно понятно. И вер тоже никто не признает. Ну, официально, по крайней мере. Ну, допустим, ваша верна гипотеза. Какие можно принимать меры для того, чтобы все-таки метан не образовывался? Значит, чтобы не образовывался меры, он образуется. Просто можно его отсасывать из тех мест, где он образуется. Это один способ. Чтобы не образовался метан, значит, надо не дать расти трещинам. Что не дать? Ну, трещины. Вот я говорил, там, горное давление выпучивает. Если я стенку подопру чем-нибудь, противодавление создам, деформации не смогут расти, допустим. Я дам образовываться трещинам. А трещины не образуются, и у меня трещины генерируют метан. Ему больше негде взяться метану, только на острие трещины. Понятно. Но как же уголь добывать не нарушает давление? Под водой, допустим. А? Ну, гипотетически, под водой. Заполняем выработки жидкостью. Комбайн работает под водой, дистанционно управляется. Давление воды на угольный пласт препятствует росту трещин. Ну, противодавление создаётся. При бурении скважин это легко реализуется. Там буровой раствор есть. Его можно сделать тяжёлым. Достаточно тяжёлым, чтобы на лубинах 3 км он препятствовал росту трещин. Мы сейчас бурим скважину. Вот мы находимся глубокой, пробурили до 12 км. И отрывает буровой этот инструмент. Происходит выброс. Газодинамическое явление. Взрывоподобное оно разрушает буровой инструмент. Под этим раствором можно препятствовать. У нас при бурении скважины, если происходит выброс скважины, то авария на скважине. В общем, препятствовать выбросам газа в скважину при помощи бурового раствора. Противодавления. Есть более... Ещё вариант у меня... Я сказал, что можно создавать противодавление и препятствовать образованию газа. Есть вариант, что можно не препятствовать образованию газа. Пусть он образуется. Просто в том месте, где он образуется, а я знаю, где он образуется, на стрее трещин. На стрее чего? Трещины, которые растут из забоя. Это вот... Давайте в комнате представим, что... Вот тогда возникает вот трех вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот этот уголь, вот тот уголь, все уголь. Вот у меня здесь этот угольный пласт. Я могу давить на этот пласт и не дать расти трещинам, с ним будто не пойдёт газ. Если я не буду давить, то он у меня растрескается на 3-5 метров где-то. На сколько? 3-5 метров. От мощности зависит. Если пласт метровый, это 3-5 метров. Если мощность поставить там 10 метров, то это там 20-30 метров. В общем, вот эта вот зона растрескивания в краевой части, она генерирует метан. В ней метан содержится и она проницаема. Проницаема... Там система трещин, соединённая с каждой. В общем, есть технология, которую я предложил, но она в Австралии используется ещё до меня. Впереди, там вот здесь подготовительная выработка, с которой болит скважина на вот этот угольный пласт. По пласту болит. Скважина выходит к нам в комнату сюда. Она идёт по неразгруженному, нерастресканному пласту и в то же время в этой зоне, где растресканная краевая часть. И через этой скважины отсасывать воздух из лавы, отсюда отсасывать воздух. Этот воздух будет откачивать метан, который образуется в этой вот зоне. И мы сможем комбайном работать в этой зоне, а в ней метана не будет. Он будет образовываться и уходить по скважинам. Образовываться и уходить по скважинам. Может быть одна, две, три скважины. Это как технология одна. А последняя, самая такая радикальная, это безлюдная выемка. Скважина борется с поверхности под давлением жидкости, которая препятствует образованию трещин. Мы пробовали на глубину километра, где мы знаем точно, что если мы эту жидкость откачаем, то у нас пойдут трещины и начнёт образовываться газ. Мы сбрасываем давление, но эта скважина борется под колпаком. На земной поверхности делается колпак бетонный, чтобы давление держать. Ну как сбрасываем давление, там начинается генерироваться метан, метан выбрасывает уголь и сам выбрасывается в эту жидкость. И как эрлифт, на эрлифт, жидкие газы, они поднимаются на поверхность, увлекаются собой твёрдые горства. Технология по принципу как оксифон. Открыл, стакан набрал, закрыл, прекратился выброс. Управляемый выброс угля и газа. При помощи не будет добывать без людей. Скважина энергии, добыча полезного ископаемого. Не только угля, любого. Потому что газ в угле метан, в лекистый газ я перечистил, в каменных солях метан, в порфиритах водород. Это явление на глубинах, как бы... Андрей Петрович, я Вас очень прошу. Напишите вот всё, что Вы мне рассказали, статью. Это уже десять раз написано. А? Десять раз написано. Ну, написано, давайте её мне сюда. Ну, может быть, там что-нибудь поправить надо, может быть, ещё что-нибудь, посмотрите. Вы понимаете, какая петрушка? Вы не специалисты. Специалисты, мои специалисты, в моей области, я же технологию прибираю. Да, да, да. Геотехнология, у меня сидит учёный совет там. Мне... Я секунду, я хочу пояснить, что она не проходит сегодня там, потому что вопрос, откуда берётся метан, Вы у меня спрашиваете. А в физике современной нету. Анатолий Владимирович Васильевич, это будет очень долго, неизвестно когда, неизвестно куда. Есть... Могут найтись пионеры. Одно явление есть. Вы, может, слышали о сланцевой революции? Ну, да. Вот она может доказать моему учёному совету, что я прав. А доказать она, как она может? Значит, сегодня никто не может повторить эту сланцевую революцию ни в одной стране, кроме Америки. В США они добывают сланцевую революцию, сланцевую нефть, да. Попытки в России, у нас есть Баженовская Сита, точно такие же сланцы, те же глубины и всё. Ну, у нас специалисты считают, что там есть нефть свободная. Как американцы сегодня думают, я не знаю. Просто я знал человека, который в 90-е годы поехал в Америку. И его друг Абрамов там, этот товарищ из керосинки был, Бабичев фамилия, он у нас в Союзе занимался добычей урановых руд. У неё технология была, скважину пробурил, потом полость вымывает и потом эрлифтом или водой на поверхность добывает. Вот он в 93-м году в США, есть публикации, всё, ему дали там 2-3 скважины, которые истощились. Они металл давали, 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 а потом нету. Вот он там образовал полость вокруг скважины. И дебет увеличился больше, чем был, когда ещё первое начало тут только пробурили скважины. В общем, американцы этого Бабичева вынудили, попросили, он там запатентовал всю свою технологию с американцами. И они её добывают. Я с ним общался здесь всё, но он подписку дал-то не разглашать. Ну, как бы года два назад он убил. Так вот, после того, как он там побывал, появились публикации об успехах американцев по добыче угольного метана. У нас мы до этого, это в 90-е годы... А метан как используют? Вот мы газовые плиты чем питаем? Это есть метан. Метан, да? САЖ-4. Он либо может быть в земле природной, в ловушках, как бы там всякие месторождения газовые наши, газпромы добывают. Там глина сверху, и ловушка, как бы метан поднимался из недр, и вот он там скатился, его там столько много, что они пробовали скважину, и он идёт, идёт, идёт. Мы топим плитки. Это тот же метан. Такой же метан на спутниках Нептуна, там, жидкий он. В общем, органическое происхождение метана, это гипотеза, которая давно уже... Ну, у нас Менделеев предложил гипотезу, откуда берётся метан. Органическую, чтобы были мамонты, они умерли, и всё сгнило, и... Ну да. Менделеев предложил неорганическую гипотезу, что там какие-то карбонаты, что-то куда-то вода потекла, образовывается как-то. Сегодня искусственно поддерживается старая гипотеза Менделеева, или там уже подруга фамилия она. Потому что, если признает официальная наука, что нефть неорганического происхождения, что она как родниковая вода генерируется и поднимается на победность постоянно, значит, нет этой угрозы, что нефть кончится. А сейчас им нужна страшилка, что нефть кончится, и чтобы цены были всё выше, выше, выше цены, чтобы деньги... Поэтому поддерживается и в учебниках гранты даются научные за те работы, которые поддерживают органическое происхождение, как нефть, как газ, так и угли. Нефть образуется из песка. Да, из силицево-элементарного. Силицево-2. Так вот, официальных нефтяников это не устраивает из песка. Это их дело. И подпёрли эксперимент. Вот Дрозненское месторождение, война была, оно было полностью израсходовано, там нефти не было. А через там пять лет, пока война была, нефти не добывали, пришли, а там опять полное месторождение нефти. Ромашкинское месторождение в Татарстане. Его открыли, посчитали, кубометры запасы, там где-то зарегистрировали, так вы уже три раза эти объёмы выработали, оно всё идёт и идёт. В этом количестве даже... Короче, их подпирают экспериментальные данные, что она неорганическая. Но деньги заставляют... Я её придерживался неорганической? Да. Приятно. Есть, допустим, в Вьетнаме магматические породы гранит, а в них нефть. В общем, если она органического прожарения... Анатолий Васильевич, предположим, вы напишите статью, я её опубликую, и кто-то из ваших просчёт. Начнутся какие-нибудь репрессии в ваш адрес? Никаких репрессий. Никому это не надо. Все заняты распилом бюджета. Деньги берут. Наука никого не интересует. То есть можно публиковаться безопасно? Нет, ну если я буду под маркой своего института родного, то это будет, конечно, преследоваться. Потому что, если я, допустим, статью публикую, меня уже не публикуют, потому что я занимаюсь холодной геодерной синтезом 10 лет с 2007 года. А это уже наука была вот до 2015 года. С 2015 года по 2018 сотни, ну десятки лабораторий в мире повторили, и это уже экспериментально доказано, что это не уже наука. А уже в этом году, в 2018, наш президент Академии наук, новый который, он, значит, ну поддерживает работу реки. Не поддерживает? Поддерживает. А поддерживает. Уже вот в первых числах октября было какое-то собрание, где рассматривали объявить или не объявить конкурс РФФИ у нас, Российский фонд фундаментальных исследований. Финансировать именно проекты по холодную ядерную синтезу. И положительное решение получено. В общем, будет, вот, ждем мы, РФФИ объявить. Правда, РФФИ участвует там, я участвовал, это кормушка для докторов академиков, там мало денег очень. Там бумаг куча, там, ну, в общем, я не буду участвовать в РФФИ по той причине, что это, ну, очень мало денег. А даже здесь, напишите статью. Это уже написано, я могу еще раз, в пятый раз, в пятый раз. Или возьмите из своих стартов, надергайте. Я не договорил. Постановка нужна. Я не договорил. Почему? Я вот жду. Во-первых, я ждал, ну, когда я... Вот то, что про эти шахты. Я докладывал в 2009 году. Сейчас, в 2018, уже сколько лет. Но еще до этого у меня публикации с 80-х годов, уже с 40 лет. Ну, посмотрите свои старты. Сейчас, сейчас, я сегодня хочу сказать, что. Я выступил на ученом совете всегда. Просил рассмотреть вот эту работу, как есть, как кандидатскую, можно защищать или нет. Мнение было окружающее, что это... Ну, я по специальности геомеханика у нас. Тут только одна специальность. Геомеханика. Специалисты говорят, что это все, что угодно, только не геомеханика. Ну, никакие специалисты. Они не читали ничего по синергетике. Они не знают, что такое фронталы, что такое теория катастроф, не знаю, тренетома, не знают теорию бефонтации там. Они ничего этого не знали в 80-х. И сегодня они ничего не знают этого. Они в своей геомеханике варят с этого. Да, но они... Ну, принимают решение они. Да, принимают. Я успокоился, решил подождать. Думаю, шахты взрываются. Их же, ну, должно припереть, в конце концов, что если все способы борьбы с метаном неэффективны, то они должны признать, что метана нет. Вот шестопавый говорил, что там метана нет. Он нарабатывается. Значит, если они своей технологией убийцей опять взорвали шахту, ну, я все ждал-ждал. Каждый взрыв, ну, вот, скоро уже. Пять взрывов уже. Десять, ну, точно теперь меня признают. Вспомнят обо мне. Ничего подобного. Пластин, деньги этим домом. Ничего не признают. Но у меня новый замаячил на горизонте. Во-первых, холодный обменный синтез появился В 1989 году Понс и Флешман подняли волну эту за рубежом. Их, конечно, изгнали там физики-ядерщики, термоядерщики. Потом в 2011 году некоторый итальянец Роси из никеля стал получать медь и тепло выделять. Из грамма никеля там мегаватты не выйдут. Именно сегодня. Ну, короче, работы развивались. Я жалую. Если холмиядерный синтез признают, а его должны признать, то, думаю, и мою метаногенерацию признают. У меня вот... Это может быть длительный процесс. Сейчас еще третье доказательство маячит. Странцевая революция. Уже сколько? Ну, десять лет наши не могут из Баженовской свиты добыть ни кубометра метана. Американцы добывают нефть. И технология резко отличается. Если наша традиционная геология пробурила скважину, в газовом месторождении, в нефтяной, это одна-две скважины. В одну воду нагнетается, в другую выдавливается, что-то там газ или нет. Смотрят на американские технологии месторождения. Там квадратно-гнездовым способом, через пятьсот метров, скважины, 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 лес скважин. Они наши смотрят, традиционные. Наверное, говорят, это вот за счет бурения. А тут как раз и не за счет бурения, а за счет того, что каждая скважина является генератором холодного ядерного синтеза или метана. Вот ее пробурили, полость образовали, вымыли. И не пробурили, газа никакого нет, нефть не идет. Ну, по поверхности скважины 760 миллиметров там мало. Если бы это как в шахте, там 180 метров мощности, вот такая поверхность. Она деформируется и будут трещины. Там трещин нет. По технологии Бабичева, американцы, я уверен в этом, что вымывают полость вокруг скважины 10-12 метров в комнату. Обнаженная поверхность увеличивается. Трещины начинают прорастать. Проросшие трещины генерируют на определенной глубине газ, на другой глубине нефть, на третьей глубине выше воду. Но на определенной глубине свои химические элементы. Вот сгенерированная нефть, этот коллектор, трещины и заполненные нефтью, вот они там 3-5 лет дают. Потом эта скважина истощается, поэтому так много скважин понаборено. Американцы эту технологию засекретили. Они распространили две зумы. О том, что они бурят скважину, делают горизонтальное окончание ствола по пласту, делают гидроразрыв пласта, это с определенным темпом нагнетает воду, что якобы трескается. И поэтому у них такие дебеди. Наши пытаются повторять их технологии, гидроразрыв, все, ничего не получают. А тут еще Трамп санкции наложил. Технология американская заключает использовать ее у нас. И я вот жду, что если... Я делал доклад Губкина вот в институте нефти и газа, в котором рассказал всю эту вот поднаглотную, что был угольный метан, потом успех американцев в добыче из плотных песчаников. Плотные песчаники, они вообще пор не имеют. Там нету газа, нигде не будет. А из него прет газ, когда они добывают. И даже из сланцев из этих. Сланцев валют, это глина спрессованная настолько... Там никаких пор вообще нету в этом сланце. Из него американцы вышли на первое место по добыче нефти. Обогнали нас. У нас всякие эти... Ну, правильно, они не ученые бьют. Потому что я рассказал, меня там не опубликовали. Там семинар был. Собирали доклады и в виде диска распространили участникам перед этим. Так вот, мой доклад туда не попал по техническим причинам, якобы, что там что-то не получилось, что у них сформатирование. А там аудитория вся, Газпром и все дочерни эти вот институты. Понимаете, какая петрушка? Вот в биологии вот с листьями, значит, я зацепился за спектр солнечный. Я признаюсь. Сейчас, минуточку. Посмотрел, чем занимается зеленый лист. Значит, он почему зеленый? Потому что он поглощает красный свет. Проверил это дело, да, действительно поглощает. Ну, это давно уже было. Значит, но есть инфракрасная, есть ультрафиолетовая. Диапазон-то воздействие значительно более широкий. Поэтому, когда образуются трещины или их образуют там машины, значит, и не видят свечения, это не означает, что свечения такого нет. Только на водородовом диапазоне. Это неизвестно. Это неизвестно. Но я хочу сказать, что без переработки структуры атомного ядра и вообще атома это тупиковое дело. То есть теорию не создать. А начало вот этой теории, вот структуры атома, здесь у меня положено. Значит, надо посмотреть. Потому что получается так. Вот маленькое-маленькое ядро 10 минус 15. А здесь присоединенный вихрь 10 минус 10. Это что, сантиметры? Метры. Метры, метры. А то я не имею в виду. Нет, нет. Метры, метры. Я только по системе сира буду. Я тоже метры. Вот метры. Метры. То есть он на 100 тысяч раз больше, чем по линейному размеру. А по объему, соответственно, значит, в кубе. Протон создает вот это движение, оно быстросеще, а потом захватывает соседние слои и образуется вот этот вихрь. И по всем правилам газовой механики здесь быстро, по мере того, как сюда переходит, здесь медленно. И если сюда попадает воздействие, это воздействие, ну там, скажем, удар, волна, там еще что-то такое. Тогда оно проходит сюда вот так, и, значит, получается, что вот эта штука сокращает период на многие порядки. Вот. А дальше есть, я установил простую вещь, что есть три метры резонанса. Резонанс в радиотернике, это вы даете все время синусоиду в контур, и он накачивается, допустим, так. Это один резонанс. На качелях, на качелях этому соответствует то, что вы каждый раз будете туда-сюда ребенка мотать. Но это совсем не обязательно делать. Вы можете попадать не в каждый раз, а вот он подъехал к вам, вы его толкаете, он подъехал к вам, вы толкаете, а здесь не толкаете. Но есть еще третий вид. Когда он подъехал к вам, вы толкнули и стоите. А он продолжает. Это все зависит от добротости. Ну вот. Теперь, прошло столько либо, так сказать, энергия рассеялась там куда-то, вы снова толкаете. И вот этот последний случай может соответствовать как раз вот этому виду резонанса, вот на этой штуке. Потому что, значит, он получает, то есть вот этот самый толчок, который я посчитал, все хорошо сходится. Значит, который получился от красного света, значит, это красный свет, это же десять четырнадцать, там что-то степени, значит, чистота. Значит, сейчас я уже не помню. Значит, ну где-то так. Это красный свет, это семьсот миллимикрон. Длина волны. И у нее полпериода, там соответственно, это самое. Но когда он попадает сюда, его несет вот этим самым волном. И многократно увеличивается скорость и сокращается вот время. Как раз под ядро. И тогда ядро начинает раскачиваться. Как оно начинает раскачиваться? Либо в виде отдельных нуклонов, либо альфа-частица. Альфа-частица почему такая крепкая? Потому что форма протона и нейтрона имеет хвост. Этот хвост становится в ямку друг к другу. Значит, поверхность увеличивается резко. И если, скажем, у нейтрона у вас на нуклон приходится один, и с чем-то такой, я уже забыл, пятнадцать сотых, значит, это самое, мега-чего-то там, значит... Нет, ну я уже начинал. Я помню, вот эта цифра приводила, все хорошо. Вот, то у альфа-частица семь на нуклон. Семь, там, с копейками. И поэтому, значит, все реакции ядерные, как правило, идут с выделением гелия. Вот, по-вашему можно как бы сказать, что ядра атомов состоят из альфа-частиц. Да. Так я выделил такую модель. Да, да, я вас цитирую. Да. И иногда, где получается нечетное число, там не получается. Ну, есть поврежденности и добавки. На последней конференции я слушал доклад, в котором, как математическую, просто при бомбаху используют удовольствие. Они говорят, что до сотого элемента энергию связи можно считать путем разбора ядра на атомы водорода. Вот вы говорите из альфа-частиц, а они говорят, что из атомов водорода состоят все атомы. Ну, как бы, в эту же сторону. Ну, правильно. Я не говорю, что они правы, там, и все просто, что мысль у людей работает... Да, Господи! И до вас, и до них был такой Кевран, если вы... Кто? Кевран, француз. Да. Ну, он... Допустим, он занимался... Откуда курица берет скорлупу свою? Откуда? Ну, скорлупу кальций, кальций... Элемент химический кальций. Да. Откуда курица берет кальций? Вот он показывал, что можно кальций получить из натрия, путем присоединения водорода, там что-то получается, потом еще кислород присоединить, и получается кальций. Правильно. Либо можно... Но он не написал... Как это происходит? Как он? Нет, не написал. То есть, он берет начало, берет конец, а середины нет? Ну, в общем, он много там понаписал таких вот. Я понимаю. Так что вот... Вы упомянули про никель, а никель у меня был написан еще в 2003 году в книге. Причем я забыл про это дело. Мне Сурин, значит, сказал, у вас же написано это дело. Я говорю, это чего? А полезли в книгу? Действительно, никель. Ну, почему-то... То есть, вы понимаете такая история? Идеи носятся в воздухе. И поэтому, значит, уже от прикладников... Толчок дают прикладники, которые наткнулись, а физики объяснить не могут. Да, я вот хотел бы объяснить. Я знаю, где это написано. Но мне уже мозги не те, чтобы разобраться вот... Я понимаю. Вот Болотова изучить меня. Сколько вам лет? Ну, не важно. Насколько лет? Человеку столько, насколько он себя чувствует. Вот я чувствую... Ну, все-таки. Я себя чувствую как вывод. Поэтому мне одинаково. Мои шторы... Но вы наверняка помоложе меня. Ну, конечно. Мне 67, а вам... 67. А у него 88. Да. Это урана. Это большая есть. Ну, разные... Они по-разному. Я вот чувствую себя уже... Вот как вы. Но вы еще лучше меня выглядите. Я хуже чувствую. Я не могу разобраться Болотова изучить. Мне не хватает времени... Ну, мало ли что. ... для урана изучить. Вот если я... Ну, Болотов же... Он же этим холодным ядерным синтезом. Он занимался еще в 60-е годы. У него отец еще занимался. Просто он не знал, чем он занимается. Он... У него была радиостанция. Это... Это... Учлительный. Низкочастотный. Вот он на свою деревню, там, в Отечественную войну новости передавал. Сводку информбюро. Так вот, он грелся от терротрона. Там какие-то... Терротроны, терротроны... В общем, лампа, которая... Она из молеблена, там, у нее... А когда... Откачивают воздух... Электроны вакуумные. Чтобы был вакуум, туда добавляют водород. И поджирают его. И вот, когда выгорает... Получается вакуум глубокий. В общем, у лампы есть такое... Пятнышко всегда... Обсмаренное стекло. Да. Ну вот... Там получался гидрит молеблена этого. И когда лампа нагревалась... Она начинала выделять тепло. Этот отец Болотова грелся от этих ламп. Некоторые они там месяц, два, три тепло дают. А потом он доказывал новые лампы, менял их. От ущедителя низкой частоты он грелся. Обогревал помещение свое. И к тому, что Болотов, младший сын, повторил этот вот... Не знаю, как его назвать. Четыре сетки когда... Ну, в общем, гидритронной вакуумной лампы. В определенном числе сеток. Там оно готово и сколько это сеток. Он повторил, сделал сетку большую. Там у него такой цилиндровый высотой от пола. Ну, в общем, человек в расплавах получал новые химические элементы. Он придумал эту теорию, химию второго поколения. У него там ядер нет. Он строит эти, естественно, из каких-то нагаранников. Есть один вид нагаранника, потом у него там литовидов много. Четыре, пять, десять видов где-то. Из них он все строит элементы. У него, получается... Он построил таблицу из Астеров, назвал. У таблицы Меделеева там сто с чем-то элементов. У него тысяча этих элементов. У его таблицы. Он все изотопы, что ли? Да даже не изотопы. У него больше, чем изотопы. Вот он, похоже, полез на этот второй уровень электронных оболочек. Его химия уже сколько лет не разобраться бы и можно было... Я вот думаю, внутренние протоны, которые сидят не на поверхности, а внутри, имеют электронную оболочку или нет? Понимаете, как это? С одной стороны, нитро или атом? Ну, атом, они же одинаковые должны быть. Ну, так сказать, из чего следует, что число электронов равно числу протонов? Ну, вихрь, вихрь. А? Вихрь. Вихрь, вихрь. Понимаете, Кашуков? Конечно. А вот когда у вас... Пока, это малые ядра, скажем так, кальция. Ну, вот это ладно. А когда пошли дальше, то получается так, что внутренние нуклоны экранированы внешними. И вот каким образом там образуется... Теория Резерфорда насчёт планетарной модели. Она вообще, по-моему, уже... Это уже физики, которые ядерщики сегодняшние, они давно уже открытились от Федерфорда. Сейчас я слышу другие идеи, что кроме электромагнитных взаимодействий нет никаких взаимодействий ядерных, ни сильных, ни слабых, ни таких, только электромагнитных. Это вот новое веяние в физике. И разобраться я в этом уже не могу, если нет ничего. Ну вот был доклад на этой конференции по холодной ядерной синтезу, которая я упоминал, прошла с 1 по 8 октября. Там вот Пархомов упоминал такую вещь, что... А там есть у нас участники, которые говорят, что это не ядерные взаимодействия, а электромагнитные. Как? Электромагнитный процесс. Электромагнитный? Электромагнитный. Ну, понимаете-ка, Петрушка. Они экспериментально в это доказывают, что они там вешали такую вот площадочку на ниточке возле этого реактора, и она начинает вращаться. И они говорят, что этот датчик у них моментов импульса, в общем, какие-то частицы вихри вылетают оттуда, бьют по этой вот простейки и начинает она вращаться. То, что что-то вылетает, уже сегодня очень широко обсуждается, называется странное излучение. Следы от этих частиц видны даже глазом. Частицы вылетают где-то до расстояния до 20 сантиметров от реактора. Дальше нет. Вот если положить рентгеновскую пленку, она будет исписана вся. Третий там, есть парные третий, очень интересные вихри. Там дорожка Кармана, вот, и очень синхронно две дорожки идут. Эти следы не только на фотоаппической пленке, они в стекле даже регистрируются. Есть большая статистика, набранная по CD-дискам, там полиакрил или какой-то материал, вот эти вот, пачка дисков лежит у вас. Новые чистые диски берут, кладут возле реактора, а потом смотрят под микроскопом. И вот эти частицы распространяются по поверхности, они не пробивают диски вот так вот, а только по поверхности дисков. Какое-то излучение есть, новое, и мы назвали странным, его изучают сейчас усиленно, альтернативщики изучают. Потому что это излучение идёт не только при никель-водородных реакциях этих, в реакторах Ленов, а и при кавитации тоже, вот из Дубны Шишкин делал доклад, он исследовал, у него кавитатор был, ну вот который тепло даёт там, потаповый, что-то такое типа, ну, в воду насос граняет, но пропускает через кавитатор, либо пластины какие-то крутятся, и вот там, где образуется кавитация, пузырьки схлопываются, вот если поставить датчик, и он датчик делает, то у него это странное излучение идёт оттуда. При очень многих явлениях наблюдается, при взрывах проволочки, вот у Рудской, он в альфрамовой проволочке взрывал, в воде, после взрыва образуются новые химические элементы, и в том числе, вот эти вот странные излучения, он первое обнаружил, где-то, уже 15 назад, так, или 10. Короче, есть излучение, я не помню, уже в следующий век это излучение, это будет про частицы, про вихри, я ещё раз обнаружил это. Так, ну ладно. Антон Алексеевич, я вас очень прошу, напишите мне статью. Дело в том, что я вот пытался объяснить, почему я не могу ответить на этот вопрос. Откуда берётся металл, я не могу ответить. Нет, нет, не надо. Я к тому, что... Не надо. Я говорю, мне нужна постановка задачи, постановка. Не хватает химии. А? Химии не хватает. Сил не хватает? Нет, химии, химии второго поколения нет. Вот институт... А вы так и напишите. Так это уже не я, уже 10 человек об этом говорят. Есть институт Ивтаны, высоких температур у нас. Вот они получили СВЧ-костёр, СВЧ-пламя. Они говорят о новом виде пламени. Что это не химические реакции окисления. У них СВЧ-костёр. Он сам резонирует там, ну как бы... Ибо нет, нет, он, хопа, он организовался. Потом при каких-то изменениях параметров опять пропадает. Что ещё там? А, сейчас вот все исследователи, которые в низкопороговых этих реакциях, ядерных исследователей, они сходятся на то, что определяющую роль решает крутизна фронта, воздействие. Даже вот, либо эта температурная волна... Кстати, я статью видел я, там, механизм генерации альфа-частиц из наблодороженного какого-то металла при прохождении температурной волны. У меня вот всё в угольных постах, у меня зависит от градиента горного давления этого, на полной функции. Вот если я медленно буду сбрасывать давление, ничего не произойдёт. При резкой разрустке у меня происходят все эти наработки метана. И вот тоже есть уже много статей, но у меня здоровья не хватает сил разобраться в этих фронтах. И хотя я пишу книгу целую, которую я назвал бародинамикой. Это не в пику термодинамикой, а я пишу именно о процессорах, которые происходят под действием исключительно только из-за градиента, на полной функции. И это не обязательно температура, это может быть удар молотка, клюва, дятла, там. Да, кстати сказать. Ещё я, это СВЧ, оно не волну, те, которые говорят, что это СВЧ-костре, там, и всё, и другому, может, это будет, ну, ладно. Чё тебе? Телефон? Нет. Да нет. Компьютер? Ну, в общем, тот же Кушелев, у него СВЧ, там, хоть оно и 60, там, 32 ГГц, как бы диапазон СВЧ у него, у него именно крутизна фронта играет, вот, может быть, мы Бровина слышали, Качев, Бровина Владимира Ильича, у него тоже вот эта электрическая штучка, которая чё-то там сверхъединичная, именно из-за крутизны. Кутизна фронта, боя здесь, шаровая молния, и как бы не изучены до конца, не знают механизм. До начала. До начала, я, для меня это тоже, это, вот сейчас повторяют эксперименты Вачаева, может, вы слышали о Вачаеве, это, за Улавом есть, там, был институт, он сейчас есть, просто был за кафедрой Пап Иванов, а у него был Вачаев. И вот он сделал проточный реактор, просто вода протекает, вставил два электрода и поджигает электродами плазмоид в этом потоке воды. Этот плазмоид, он, ну, называется СВЧ, какая частота, я не знаю, экспериментаторы повторяют... Там всё, что хочешь. Ну, вот этот плазмоид, это шаровая молния, которую он самоподдерживающийся. Он один раз его запустил, плазмоид горит и горит неделю, и не потребляет. Потом он освещает эти все свои конденсаторы, а он продолжает горить этот плазмоид. Это было всё, зарегистрировано. Этот ползмой нарабатывает из кубометров воды 200 с чем-то килограмм железа, любой воды, он шлам использовал всякие там, там 30 килограмм марганца, и еще сколько-то там киловатт электроэнергии, которую катушкой снимает, отводит, чтобы система не пошла в этот вознос. И она сама себя поддерживает, питает, в общем, эти вот эксперименты сейчас Годин повторяет, пытается, но и те ребята умерли там, унесли с собой в могилу, это Вачаева и Иванова, все параметры, ученики, которые там с ним работали, не могут повторить, там вот так вот все лежало, там проводок кто-то переложил, и уже резонанс не тот, не та частота, и не получается у них. Ну Годин идет как? Он не идет, хотя известно, что нужно 64 ГГц, он идет в мегагерции, там килогерции, мегагерции, и вот он еще поднялся до уровня, где у него наработка идет. Вот он генератором создает электромагнитные теми, но он уже получил еще полгода назад самоподдерживающие, у него 8 секунд разряг возмоет, сам себя питал. И он на словах и смотрит это вот все. Там получается, на определенном каком-то как разу подходит, там бахрома появляется, такая метелка, импульсы высокочастотных, он называет их высокочастотными, но это одиночные импульсы. Они просто очень крутые, у них фронт, но это на словах иголочки, если даже раздевать, все равно из иголочек. Этих иголочек могут быть. По моим представлениям, у нас сейчас как, холодные ядерные синтезы, шаровая молния называются, конференции проходят все. Это будет объединено. Сейчас вот эти никель-водородные реакторы, если поставить антенну какую-нибудь, и на 40 посмотреть, а делают уже, получаются вот эти вот импульсы. Реактор, начиная работать, на каком-то там, при температуре 1200 градусов, начинает вот генерить электромагнитные импульсы. Никель на выгорожене, ничего просто, никель лежит в трубочке керамической. Его нагревают, и он начинает электромагнитные вот импульсы генерить. И вот дальше я считаю, что эти импульсы на каком-то этапе, загорится шаровая молния, там маленькая, и вот именно шаровая молния, эти вот импульсы... Ну это уже в какой форме это десятое дело? Ну вот они именно делают эту трансмутацию, или даже не трансмутацию, а трансформацию, и из никеля делают нить. Что-то не температура, хотя поначалу, я сейчас так думаю, что градиент механического давления, хоть они и греют, и греют... Я думаю, что это не просто механическое давление, решающей роль играет трещина. Потому что в это время происходит раскол. У них вещество... И если в сахаре вот так получилось, что этот диапазон мы видим, а здесь все то же самое, но только мы его не видим. Там в реакторе получается при этих температурах 1200 градусов. Да. У них никель оплавляется. Да. И уже жидкие нити, там какие трещины? Там трещин нету. Но главное то, что у них реакторы выходят из строя, прогорает керамика. Это вот температура плавления, ведется саморазогрев локальный. А зачем температура? Она может не плавиться. Это не обязательно. Температура локальная может быть. Очень местная. Ну вот конкретно эксперименты Парухомова. У него один грамм нано-порошка никеля. И водород он берет не газообразный, а алюмогидрид лития. Алюмогидрид. В общем, есть формула такая химическая. Короче, вещество, которое когда нагревается до 300 градусов, оно начинает выделять водород. И он этот алюмогидрид лития туда добавляет в никель. Все это герметично, закрыто. Начинает греть электрическая спиралька у него. Он греет и смотрит сколько на входе, сколько на выходе. И при температуре 1010 градусов у него начинается избыточное тепловыделение. Но он не может, поначалу не мог. Реактор выходит из строя, потому что в каком-то месте начинает светиться перно, и разогревается, и плавится все. У него были раньше анихром там, что-то еще какой-то. Потом перешел на, что у нас в лапочках, это вальфрам, спиральки эти. Но вальфрам он на воздухе окисляется, поэтому он был вынужден в амертном газе уже там делать трубку в трубке. Слушай, все равно у него прогорает это вот. Сейчас у него проработал 7 месяцев в реакторе и не прогорел. Выделил какое-то там дикое количество тела и тепла этого. Он его остановил, потому что реактор перестал тепло выделять. Потом все прорегировало там. Ну вот я хотел закончить мысль, что похоже объединение произойдет в шаровой молнии с низкоэнергетическими и низкопорозовыми ядерными реакциями. Придут к тому, что это не ядерные реакции, а электромагнитный процесс. Есть, пытаются говорить, что это электронные, как говорится, что это электронные, а не ядерные. Нет, ну понимаете, как говорится, современные, так сказать, ученые все подтягивают под то, что известно им. Это да, ортодокс. А ведь, понимаете, вот сейчас отдельные вкрапления бывают, с кем можно разговаривать по эффектной динамике. Это просто отдельные люди, которые все время оглядываются. Ну они, во-первых, должны были плохо учиться, потому что вот все гении, которые там, вот тот же Бола, то он говорит, Мне пришлось забыть все, чему меня учили в школе. Тогда я смог вот это предложить. У нас же голова у всех, как, позыву, позыву, знаете, постоянно запоминающие устройства, там, прожигается в лагерьке. В общем, у нас же эти синапсы, что-то у нас станивионы. Да нет, ну тем более, что все усугубляется, конечно, борьбой за деньги. С одной стороны, а с другой стороны... Я получил письмо из «Роскосмоса», вон оно где-то у меня тут вставляется. Я им показал, что, значит, можно создавать летательные аппараты, которые, так сказать, будут двигаться не реактивного типа, не реактивного типа, а на градиентах. Ну вот, получил очень интересный ответ. Чистая бюрокуртическая отписка, что у нас принято, значит, рассматривать на конкурсах и, значит, отбирать то, что, значит, в общем... Но для этого нужно предоставить действующий макет. Ну, понятно. Кушелев проходил, Иванов... Да везде прохидеют. Нет, вот ваш... Вот мне жалуются... Знакомый, Иванов Юрий Николаевич, который... А? Юрий Николаевич, Иванов. Вот он... Юрий Николаевич Иванов? Потом, полгода назад, есть видео, он носил письмо Путину. Чем? Путину, Владимир Владимировичу письмо носил. Да, и что? Зарегистрировал там все вот устройство, которое... Это нереактивное действие и перемещение в космосе. Ну, да. Ну, и его также, как и всех предшественников, посылают письмо... В Академию наук. В Академию наук. Конечно. В Академию наук, когда... Конечно. Юрий Николаевич, хорош, я с ним расстался. Давно. Да, дело не в человеке, я в подходе, что вы говорите... Это типично, что сейчас все, что приходит на имя президента, все идет в Академию наук. А это... Да. Академия наук... И потом, вот, вы обращались, а вот, как бы, гем-драйв, вы видели, слышали? Чего? Ну, полгода, год уже, физики называют невозможный двигатель. Гем-драйв называется, это электромагнито. Там ведро, но резонатор. Такой конический. И по волноводу... Ну, это... Соплывали? Нет. Это, вот, у вас, опять, стандарты. А тут, я говорю, что СВЧ-волновод. Это магнитные волны в это ведро входят, а ведро закрытое. И ведро начинает двигаться, тяга появляется. Вот, вот, некто Шоя, англичанин, лет десять назад, вот, он уговарил НАСА провести этот эксперимент. Есть видео, все, они докрутильные весы поставили эту установку и получили момент, ну, начали крутильные весы вращаться. Никакой отброса, никакой массы нет реактивной. Просто электромагнитные волны выходят. СВЧ. Этот двигатель обсуждается уже, вот, больше года. Ну, все физики, как бы так. В новостях по телевизору везде показывают, что есть двигатель, который может работать в космосе. Можно электричество к нему подключить, и он будет лететь. Никаких ему бензинов, ничего не надо. Никаких заправок, керосинов, ничего. И пока у нас и ракетостроение все это вот не загнется, на телесине мы летали и будем летать, и никого как бы не волнует, что объяснений этому нет. Хотя я и тот шахтер, я легко объясняю это. Потому что я не учил физику в школе хорошо. Я проруливал. Объяснить это очень легко. Любая электромагнитная волна, она отталкивается. Ну, вот, как вот уш, по дельде плывет, это, положит по дельде, как рыба в воде. Она хвостом машет колебания. Вот эти гимнастки, которые, так говорили, палочкой и ленточкой на них. Ну, волна электромагнитная. Вот пока она длинная, средняя, она отталкивается, но это отталкивание от эфира, больше отталкивается нет чего, а то только от эфира отталкиваться можно. И вот, когда она не высокочастотная, она малая там, там невозможно померить. Ну, когда СВЧ, вот это опять крутой фронт, при СВЧ, значит, получаются там уже какие-то наномикроны, или как там, нанометр, ну, микро-ньютоны, которые можно регистрировать уже. Кушарев делает это, вот свои шарики все. У него этот Емдрай, вон, в 92-м году еще по центральному телевидению показали этот двигатель. А сейчас, спустя сколько, 26 лет Шойер повторил его, и не только Шойер, сейчас многие его, а китайцы в космосе испытали. Есть перепередача их на китайском языке, там русские буквы идут. Двигатель есть, вот вы приворожаете там кому-то, а он есть уже. Просто либо его уже давно используют в оборонке, либо, правда, что так никому не нужно. Хотя Путин вот вышел и сказал, что у нас есть гиперзвуковое оружие, и мы можем там из Москвы во Владиосток за 20 минут долететь. Собираются на марш лететь. А на марш и на керосине можно долететь, но это как раньше было, когда паровые машины появились, пароходы. Вот не могли атлантический океан переплыть, потому что надо было угля столько брать, что корабль тонул просто. А когда перешли к двигателям внутреннего сгорания, стали переплывать. Да нет, на Марс это просто престижная задача, но, по-моему, не имеющая никакого прикладного значения. Почему? Ну, делая самозадача, она решается до космоса, а сколько бытовых потом сковородок делают на эти технологии. На самом деле для оборонки. Ну, для оборонки, а потом еще и бытовые, ведь мы же сейчас мобильными телефонами пользуемся. Их же не собирались для нас разрабатывать, их разрабатывали для оборонки. Возвращаясь к нашим баранам, я писать могу переписать то, что опубликовано сто раз у меня, по угольному метану. Где именно излагается гипотеза о том, что метана нет. Ну, то, что его нет, я эксперименты показываю. В гугле это влияние огольных работ. А когда огольные работы пошли, метан пошел. Эксперименты показывают. В том еще есть вот сейчас компания по закрытию угольных шахт прошла. Когда шахты мы закрыли, можно предположить, что если метан там выявил, как вот газовое сражение, он должен идти и идти. А через месяц шахты закрыты, где год их работы нет, метан прекращается туда идти. Комбайн работает, пока мы долгим этот уголь. И даже трещины мы не образуем. Когда зубки бьют, они не образуют трещины, которые направлены в массив. Они образуют поверхность свободную. А уже горное давление эту зону расстрескивания создает. Благодаря тому, что есть свободная поверхность, наведенная этой вот выработкой. Ну, специалисты, мои специалисты, они спрашивают, откуда метан берется. Объяснить, у меня нет масс-спектрометра. Я бы мог у себя эксперименты провести. У меня есть задел научный в нашем институте. Один товарищ сделал, потом назвали это коллапсом Зверева. Он просто угольное вещество деформировал под прессом в атмосфере метана. Может, водорода, любого газа. Уликизового газа, потом этот... А потом смотрел угольное вещество под микроскопом, там у него электронный был микроскоп какой-то. И по определенном механическом давлении происходит проскоп газа внутрь угольного вещества. Вот давление увеличится, увеличится и ничего не происходит. Потом порог какой-то. Газ проскочил. Вот в этой камере, которую он в атмосфере метана делал. Там манометр был. Вот давление падает. Раз проваливается в угольное вещество. И далее засасывает его. Вот в этих вот реакциях у Пархомова с никелем, с водородом, у него... Он манометр ставил свой реактор. У него низкое давление там. Сразу как бы предполагали, что чтобы образовался гидрит никеля, нужно водороду под большим давлением свободного из баллончика дать. Когда без баллончика он брал алюмогидрит литий, но считалось все равно, по какой-то формуле считалось, там должно быть давление огромное, чтобы водород проник внутрь металла. А у него давление 2-3 атмосферы, 5 атмосфер. У него низкое давление. Вот в реакторе, где идет нагрев никеля с водородом, где потом все это прожигается, плавится, там низкое давление. Так вот, у него в момент, когда по определенной температуре, когда он считает, что как раз и образуется гидрит, тогда, когда водород начинает проникать в никель, этот никель, он засасывает в себя водород. У него давление падает ниже атмосферного. У него давление в манометр становится вакуум метром. Но у него в манометр, он вакуум метр так и не поставил, либо, не знаю, его может быть скрывает. Но стрелка зашкаливает вниз, упираясь в ограничитель. У него давление уходит через ноль. В момент, когда вот начинает выделяться водород в этом реакторе. из алюмагидрита, лития этого. В том числе, у моего зверя в институте метан проваливался при напряжениях механических. У этого никель начинает засасывать. Я у себя эксперименты купил. Парад Кипа, поразил деньги. Три-четыре тысячи отдал. Хотел какой эксперимент поставить, что в атмосфере водорода брусок никеля металлического. У меня пруток такой. Одеть на него презерватив или резиновый шланг. Даже выточил две площадки металлические, на которые будет одета эта резинка. Для того, чтобы сжимать под прессом в атмосфере водорода. И предполагаю, что я получу ядрит никеля. Именно при определенном давлении механическом у меня никель начнет засасывать в водород. У меня будет давление падать. Ну, потом что? Ну и сделал я ядрит. Дальше мне надо запустить реакцию. Предполагаю, что я ударным способом поставлю зубило, удавлю его молотком. У меня попадет саморазогревник никеля. Будет никель превращаться в медь, как у этого Андреа Росси итальянца. У меня нет масс-спектрометра. Я не смогу посмотреть, что у меня был, какой никель до реакции. Какой никель стал после реакции. То есть эксперименты планировать могу, но проводить нету оборудования. Доступа нету. В Москве даже я не могу найти, где масс-спектральный анализ можно сделать. Мне параллельно идея БЗИК такая связана с инопланетянами. Что вот у нас, начиная с мигретических построек. Ну, в Перу, Боливии, вы слышали, там из камня построены большие блоки каменные. Это такие, что невозможно их современной техникой поднять, поставить. Потом отполированные. Гранит полированный даже в меньших объемах, размерах. Ну, вот в Царском селе есть там чаша из гранита. Ее сегодня невозможно изготовить. Технология не позволяет. Так, в египетских пирамидах, в царках парки полированные. Дальмены, менгиры, хейды, храмы наши, замки, крепостные стены. Это Кушарик сказал, но я поддерживаю точно, что это не строли для обороны, а это от ведуки. По ним вода текла. Короче, я считаю, что вот это все постройки на Земле, они были построены инопланетянами до исторического времени для выпаривания родниковой воды с целью добычи редкоземельных металлов. У нас земля расширяющаяся, растущая. Да. Вот она когда-то была в два раза меньше. А потом наступило время, когда за счет того, что эфир текает, земля треснула. Вот разломы пошли между континентами. Каждый континент еще. И вот эти разломы на определенной глубине генерируют определенные химические элементы на своем острие. Вот как у меня трещины в угле генерируют. Так вот такие вот великие разломы, глубокие, на глубине там 300-400 километров. Они генерируют. Вот сейчас землетрясение происходит. Глубины, глубины. Вот на глубинах там 400 километров. До 700 где-то. где уже науки была традиционной, как у геологов. Там уже мантия мягкая или расплавленная, или даже жидкая. Там не может быть вообще никаких землетрясений. Так вот эти разломы, они генерируют редкоземельные металлы. В свое время геологически генерировали. Вот туда полетали инопланетянные и выпарывали родниковую воду у нас. Я сейчас вот где-то уже 200 бутылок проб набрал, везде ездил. Родниковую воду собираю, чтобы на нас в спектрометре посмотреть содержание редкоземельных металлов. В зависимости от расстояния до каменных построек. До крепостей, до церквей, до храмов. Все они на горе и... Почему на горе? Потому что... Что такое гора? Это не столкновение каких-то плитков. А именно разлом растет. Это дендрит, который разрыхляет ровную породу. Происходит пучение за счет увеличения объема. Дендрит, трещина растет вглубь земной коры. А здесь над каждым этим вот разрывом земной коры растут горы. И почему с каждой горы течет речка? Вот водопады, все горные реки, вот родники в горах. Недры с подножия где-то. А вода поднимается на вершину и вокруг вершины не стекают. Георги пытаются объяснять всякими ледниками там. В основном ледниками, дождями, осадками. Что это якобы вот озеро наполнилось, и потом оно вот на другой горе там вытекает. Не сходится никак. Взять любое там вот озеро Вица в Абхазии. Там нет никаких ледников. Родники на каждой горе. И даже сейчас уже нефтяные месторождения находят именно на вершине горы. Как у меня в шахте генерируется метан, вода и нефть в одном и том же месте. Так и на земле вот происходит генерация нефти, которая поднимается по разлому на вершину горы. А оттуда уже вот вода, допустим, стекается. Подтянутся в бок и вытекает. Тут уже разломится трещина, стенки непроницаемые. И по разрыву поэтому вода поднимается. В связи с этим я видел вас тут храм в Зуковском. Там святой источник есть, не знаете? Вода родниковая. В вашем храме источник есть святой? Родниковая вода. Откуда они воду берутся? Я не понял, еще раз. Родниковая вода, родник есть? А черт знает, я не знаю. В Зуковском не знаете родниковая? Нет, 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 где-то есть. Потому что я сам когда-то бегал в неё. Есть и храм. В храме должен быть святой источник. Ла-Ла-Ла. Но они сейчас уже в основном привозят откуда-то. В бочке и там потом все эти три. Но бывают храмы со святым источником. Ну вот я о своих проблемах в этих рассказал и опять-таки возвращаюсь к тому, что писать можно, но только все бездоказательно объяснить откуда что берется не может. Анатолий Васильевич, а еще важно не столько решение, сколько постановка задачи. Я вспомнил, вот вы как бы... Потому что тогда этим займутся разные люди. А решение готово уже все, оно решено. Вы привязали вот фотосинтез к отсутствию углекислого газа в атмосфере Земли. Что отсутствие? Углекислого газа. Отсутствие углекислого газа в атмосфере... Да я понимаю. Понимаю. Физиологи, они объясняют, что углекислый газ, растение поглощает его и отсюда углерод. Вы говорите, что углерода в атмосфере нет, углекислого газа нет. Я же... Вы же сами написали источённое речо. Я написал, но я не... И Галкин написал. И Галкин написал. И Галкин написал, и вы написали. А параллельно есть процесс превращения негашёной извести в извесняк, в кальций-со-3. Он может образоваться, кальций-со-3, только при наличии углекислого газа в атмосфере, согласно нашей химии. Углекислого газа нет, а процесс идёт. Каждый год в объёме египетской пирамиды негашёная известь исчезает. Её на заводе делают, а она превращается... Стенки побелили, раствор сделали, кирпичи положили. Образовался кальций-со-3 там везде. Без углекислого газа, по-нашему с вами, углекислого газа нет. Они считают, что углекислый газ есть 0,04%. Вот его якобы хватает для того, чтобы каждый год пирамида негашёной извести исчезла. Я уверен, что там химия другая. Там нет СО2 и нет кальция-со-3. Там что-то другие какие-то. Но этой химии нет сегодня в учебниках. И вот вы статью-то написали, я написал, мы объяснили отсутствие углекислого газа, доказывали. А параллельно рядом существует проблема исчезновения нерашёной извести на Земле. Которая может исчезнуть только благодаря углекислому газу. Ну, понимаете, я спецошках. Каждый может считать что угодно. А мы не всегда смотрим широко. Мы вот своё узкое с вами. Вот здесь вот и всё. А то, что рядом, короче, на уровне гипотез, гаданий можно. Но я вот жду всё. Я жду, пока появится химия. Думаю, что я вечен и буду долго жить. И успею дожить, что сланцевая эволюция так окажет геологам, что метан нарабатывает. Нефть нарабатывается. Нефть нарабатывается. Химически. Только вот химия другая совсем химия. Ну давайте мне, я как бы и без нашей беседы я собирался писать. Просто, не знаю, как вам удается ещё писать. Я уже настолько стар, что и не... Я могу только вот устно трепаться. Устно дело хорошее. Но, значит, мне нужна всё-таки статья. Вот. Поэтому, значит, ну постарайтесь. Потому что, во-первых, я записи не вёл. Вот то, что вы сказали. Во-вторых, с записей это всё равно не статья. Ну вот. А важно, понимаете, вы рассказали достаточно, не просто интересно, достаточно важные вещи. Ну вот. И надо это дело опубликовать. А поскольку вам опубликовать, кроме докладов, не выдаётся, то вот появляется фактический журнал. Значит, я вас опубликую, безусловно. Без разговоров. Но у меня, так сказать, определённое направление. Вот. Эфир и динамика. Ну понятно, что из эфира. Да. Да, эфир. Очень много. И, значит, и всё, что вокруг. Скажем, вот у нас с Улитом произошёл очень интересный момент. Значит, вышли на работу Козырева. Слышали про это? Я слышал, но моего здоровья не хватит. А? На их сил дамских... Да нет, не в этом дело. Просто я вам скажу, в чём дело. Значит, Козырев обнаружил, что передача сигналов, не сигналов, а, значит, информация от звёзд происходит мгновенно. И ничего другого не придумал. То есть, они как-то все синхронизируются между собой. И ничего другого не придумал. Как объявить, это дело, что время, как таковое, самостоятельное в физической инстанции. Время может превращаться в энергию. Ну и целый ряд таких вещей. Ну вот. И нашли последовательные, которые, значит, вот в университете действовало много лет, а сейчас не знаю, семинар Козырева, на котором всё это всерьёз рассматривалось. Вот. Пока не попало в мои руки. Я сразу убедил в этом деле, значит, дегравитационные волны, но совсем не тех, о которых говорят. Сигналы распространяются скоростью на 15 порядков больше скорости света. На 15 порядков. Ну вот. И этому есть чёткое обоснование, чёткое целое. Ну, так сказать, на основах эфирной динамики. Ну вот. И, а тогда это означает, что, значит, можно создавать канал связи, канал связи космический, который будет работать вот на таких скоростях до любой планеты. Ну, у него свои будут недостатки, потому что вы ещё должны поймать это место, так сказать. Ну, и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, эфирно-динамическое объяснение нашлось быстро, и из него сразу будет такое перекладное направление. Сразу. Вот Суверин увлёкся этим делом и сейчас, значит, пытается подобрать приёмник, ну, приёмник Козырьевский, источник сигналов, значит. Ну, что-то он там подобрал, ну, что-то, знаете. А? Я с интересом всегда слушаю эти вот рассказы. Ну, я уверен, что при нашей жизни… Да нет, ну, в вашем деловании… Ну, мало чего при нашей жизни. Вот. Хотя бы создать идеологический задел. Козырьев имел, учеников, ну, последователей много. Вот Шахпаронов там, не знаю, ещё фамилия. И, значит, на этой опять конференции, где я был, был доклад Влад Джигалов, может, знаете. Ну, вот он о Козырьеве, об этих приёмниках, передатчиках, значит. А вышел из Рептана товарищ, он говорит, я всех знал этих вот товарищей, которые передавали эту информацию. Мы за государственные деньги в Рептане, это при наличии аппаратуры пытались повторить в их присутствии. Ничего не получилось. Выходит другой товарищ из Рудеяна, Самсоненко, говорит, мы здесь тоже… Они к нам приезжали, мы… У нас приёмник был на Михлуха Маклая, там, в корпусе Рудеяна, а передатчик на… Возле Даниловского монастыря, там, где башня Шухова, вот у них там… Здесь передаётся, а там не принимается. Поэтому это всё… Ну, причин может быть много. Много. Ослабление сигнала, просто не попали. Да даже вот эти… Которые… Никель-водородные реакции… Была первая холодная ядерная реакция, это… Флешман-спонс. Они… По электролизе. У них был палладивый электрод и тяжёлая вода. И вот у них этот электрод, палладий… Наводораживался и разогревался. Их осмеяли. После этого были много доброжелателей, которые хотели повторить. И пятьдесят на пятьдесят. Было там сто экспериментов в лабораториях, половина получила подтверждение, половина не получили. Ну, что делать? И так и любой вот… Так в любом деле. В начале вот эксперимент, он не повторяется и начинается. Всё понятно. Поэтому я с кожевым… Я согласен, что можно так и всё. И то, что передаётся быстрее, чем оптически, это… Велико поверить в это стопудово. Просто как передаётся? Это… Эфир… Конечно, эфир… Я просто хочу сказать, что, когда, значит, начинаешь смотреть с других позиций, то, соответственно, и рекомендации появляются какие-то. Ну вот. То, что сразу не получится – это гарантирует. Ничего сразу не получается. Это работа. Проблема в том, что бюджетники… Официальная наука… Официальная наука пилит бюджеты. И вот… Да. Астрофизик выступает на конференции предыдущей. Кольца Сатурна у него. Вот он физмарк наук, он изучает эти кольца Сатурна. У них там несколько гипотез происхождения этих колец. И нету геологической гипотезы. Вот что это вулкан выбрасывает в космос, допустим, планета вращается. Я спрашиваю, где это вот кольцо расположено относительно экватора. Он говорит, строго по экватору кольцо. Вот первое, что должна быть его геологическая гипотеза. Ну, чтобы вулкан выбрасывал, должен эфир текать. У них нет эфира, они видят эмоции, наверное, нету. Планета может убедить этого размера там. Так, ладно, Андрей Васильевич. Давайте всё-таки с вашей статьей. А? Вы мне свою статью-то можете рассказать? Про что? Которую читать мне сказали. А, ну вот. Значит, смысл заключается в очень простом. Кислорода воды в углерод, это я знаю как. Это с зелёными растениями. Вот атом. Вот это вот. Это этот самый... Ой, Господи. Вот протон. А вот это присоединённый вихрь к нему. Вот это и есть электронная оболочка. Никаких орбиталей там нет. Никаких электронов, которые неизвестно откуда взялись, нет. Вот если её вырвать отсюда, тогда это всё... Он начнёт замыкаться сам на себя, присоединённого уже такого не будет, а это сожмётся и будет у вас электрон. Ну вот. Значит... Но, в принципе, каждый протон сам себе создаёт вот такую оболочку. При этом, значит, получается так, что здесь движение очень быстрое, а здесь движение достаточно медленное. И если... Он идёт вот так. Быстро раз, потом идёт сюда-сюда, замедляется, потом опять сюда и опять ускоряется. И если бы здесь создали его возбуждение, либо в виде волны, значит, или уплотение какого-то, оно проходит сюда дальше, ускоряется, ускоряется, здесь проскакивает это место и да. В результате вот это ядро начинает колебаться. В результате... Ну, оно получило вот со стороны этой оболочки удар. И поэтому, значит, считать, что химические реакции никакого отношения не имеют к ядру, это вообще неверно. Вот. Ну, вот здесь энергия. Значит, что получается с ядром кислорода? Вот. Этой кислорода должно быть устроен так. Три альфа-частицы находятся в треугольнике, а четвёртая здесь уже держится плохо, потому что они выпуклые и... Но есть место, где она уживается хорошо. Это вот наверху. Если вы её пытаетесь... Четвёртая. Если вы пытаетесь её приблизить сюда, она отталкивается. Если вы пытаетесь обратно туда, значит, она притягивается. Это сильное ядерное взаимодействие. Как оно было устроено, тоже совершенно понятно. Но это в другом месте описано. Может быть, надо его перенести сюда. Ну вот. А когда, значит, вы его в резонансе раскачиваете, а амблитуда увеличивается, увеличивается, и выскакивает за пределы устойчивости. И вот это отлетает, а это останется углерод. Ядро углерода. А это гелий и, так сказать... Вот поэтому, значит, я считаю, что нужно как будто проверить вот это обстоятельство. И если в цветущих растениях или вообще в квестой лист выделяет гелий, значит, это всё правильно. Это целая цепочка тогда. А это энергия, значит. Значит... Ну, собственно говоря... А кто рассказывает? Раскачивает фотон. Вот структура фотона. Это дорожка кармана. Принципиально об этом написано в нескольких учебниках оптики. Что фотон это не... там... по планку, значит, одиночный, значит, это квант. Ничего подобного. Это, значит, цепочка, состоящая из миллионов колебаний. То есть миллионов вот таких вихрей. Ну, единственное, что здесь неправильно, это наверху... Стрелки показаны в другом направлении. Где-то у меня есть рисунок, который надо заменить. Ну, вот. А... А... Получается так, что фотон у нее размер 2 лямбда, значит, на 2 лямбда. Значит, и... Ну... Вот именно его структура. Средняя часть вот этого вихря, она сжимается. И вот она и несет основную энергию. Вот. А поток эфира перетекает отсюда сюда, отсюда сюда, там... И так далее. Значит, если у вас меняется спин, значит, они просто меняются местами. Скажем, после удара от металлического зеркала. Значит, есть аналоги этого дела. Вот дорожка кармана. Это схема. А вот ее реальное, так сказать, воплощение. Ну, вот так, вот так, вот в таком виде. Вот. И когда она попадает вот на этом расстоянии, вот на этом расстоянии, укладывается порядка 10 восьмой степени атомов. И она сразу начинает их все раскачивать одновременно. Вот. Они так-то синхронно раскачиваются. И, в конце концов, значит, вот, в зависимости от ее длины, от энергии, значит, одна альфа-частица, там, значит, выскакивает из каждого атома. Вот появляется, значит, гель, а там остается углерод. А поскольку это все происходит в воде, то, значит, в воде... Воду мы пишем H2O, а на самом деле оба водорода связаны напрямую с кислородом. То есть это HCHOH. А остается цепочка HCH. Значит, прямо готовый строительный материал для дерева, для чего хотите. Ну вот. Единственное, что здесь надо проверять, это выделяется ли гель во время цветения или нет. Ну вот. Значит, ни у вас, ни у Галкина этого дела нету. Но вы не знали, что это принципиальный момент. Значит, в принципе, значит, надо, чтобы кто-то это дело попробовал. Потому что тогда начинается совсем другая жизнь. Начинается вопрос о возможности создания резонансов на уровне химии, которая уже автоматически перейдет в ядро. То есть здесь, собственно говоря, показано, что химические реакции и ядерные могут быть связаны. Ну, правда, здесь только на исключение, но зато не учитывается аура. Потому что, значит, когда говорят, что вот там никель и там засасывает водоворот, это уже должен быть механизм. Механизм аулический. Потому что точно так же, как присоединенный вихрь строится, значит, самим протоном, поэтому в плазме, когда газ ионизирован, он через некоторое время рекомендуется. И, значит, это самое... И откуда он сделал электроны на рекомендацию? Значит, этого уже никто не говорит. А на самом деле он сам себя образует. Через некоторое время, значит... Ну, много каких... Нейтрон, например, может существовать как нейтрон. Нейтрон – это тот же самый протон. Но благодаря тому, что он окружен другими протонами, у него кольцовое движение тормозится, и он обращается в нейтрон. А если его выдернуть, то это кольцевое движение, значит, снова восстанавливается. Значит, но не сразу. Восстанавливается там где-то через 12 минут, пока раскочегарится. Вообще, в эфире не все эти самые действия идут мегабедно. Они растягиваются во времени. Вот я обычно гостям показываю фокус с микроволновкой. Могу вам сейчас показать. Значит, когда микроволновка образует какую-то эфирную структуру над собой. Это видно на рамках. Ну вот. И когда вы выключаете все, структура сохраняется. А потом через, значит, секунд 10-12 она начинает рассасываться, рамки начинают расходиться. А если положить нейтрализатор туда, то она не образуется сразу. То есть, ну очень много всяких процессов, которые практически не исследованы. А поскольку эфира нет, то, значит, и исследовать нечего. Ну вот. На самом деле, значит, вот я придаю этой статье значение. Почему? Потому что без эфирной модели ядра и самого атома, значит, и без вот этого дела объяснить никто ничего не может. А здесь вот мы... Так сказать, что не может. Вы же знаете, что каждый эксперимент может. А? Ваши слова. Каждый эксперимент можно объяснить бесконечным числом. Безусловно. Поэтому вот я объясняю это дело. Потом и так, а... Да? Значит, пусть наши уважаемые, значит, коллеги физики-диолетики объяснят. Значит, вот почему я говорю, что очень важно определить. Выделяется гелий во время смещения или не выделяется. Ну вот. Значит, а дальше физики пускай объясняют. Вот я дал свое объяснение. Ему не верят. Ну и на здоровье. Значит, объясните, ребята, как у вас. Ответ будет такой. Ну, наука еще этого не знает. Вот все. Понимаете? Они ничего объяснять не собираются. Наука не знает, и все. И пошел вот. Ну, значит, это я не для них пишу. Это я пишу для таких, как вы. То есть для экспериментаторов, для тех, кто интересуется сущностью, там и так далее. Ну, это означает, что у нас есть возможность, во-первых, воздействовать на ядро через электронную оболочку. Это первое. Второе. Что, если речь идет о присоединении, роли вот этой оболочки, так называемой ауру, фактически это аура, образованная самими протоном. А к ней идет следующее присоединение. Значит, если вот это 10 минус 15, здесь 10 минус 10, а следующее будет где-то 10 порядка минус 5. А это уже, значит, почти микрона. Вот любые предметы, абсолютно любые, они обладают статической аурой и начали заниматься сейчас этим делом в архитектуре. Вот, значит, учитывать вот все эти углы там, значит, там и так далее. Принципиально, таких аур может быть очень много. А в живом организме добавляется к этому аура динамическая, когда идут ковалентные реакции и, значит, ну и так далее. Вот, ауру можно выдернуть, так же, как вот это можно выдернуть, он сколлоптируется. Точно так же и ауру можно выдернуть и даже посадить другому человеку. Вы хотели, чтобы я про Читлана рассказал мне здесь. А? Мне комментировать нечего, как бы я все это уже... Да не надо, я вам просто рассказал. Более раннюю работу я вашу знал, это уже... Ну, примерно то же самое. Это в развитии того, что мы раньше слышали от вас. Ну, в общем, короче говоря, так. Я думаю, что вот ключик к метану лежит все-таки вот в трещинах. В трещинах. Потому что, значит, перед треской... Вот на сахаре мы это дело видим. А здесь мы не видим этого дела, и никто не занимается этим делом. Занимаются, просто у них... Ну, может быть, кто-нибудь занимается. Ну вот, потому что... А дальше, значит, все соседние атомы получают удар в ядро. Вот таким способом. Вот хотя бы вот статья, о которой я говорил, что альфа-частицы выделяются под действием фронта тепловой волны. Ведь они с чем-то мерили. Значит, это... С чем-то мерили. Значит, это... С чем-то мерили. Конечно. И все. Конечно. Я уже подумал так, что... Ну, еще не созрело. Понимаете? Но, между прочим, созревает по маленькому. Ну, у меня какая была еще идея? Не еле. Еле я не могу померить. Он весь в космос улетает там. Конечно. Он проникает. Он... Да. Смена интересов. Он везде проникает. Я хотел просто посмотреть, как изменяется концентрация углекислого газа в зависимости от зима, лета, весна, осени. Ну, это удобнее. На это отпускаются деньги какие-то. Нет. Я не нашел в интернете вот этой крывой. Какой? Что концентрация углекислого газа в зависимости... Но они считают, что растения питаются углекислым газом. Физиологи. Значит, при наступлении зеленого времени, когда весна, лето, углекислый газ должен уменьшаться концентрация. Была 0,04. 0,04. Должна стать 0,01 там. Или 0,001. Ну и что? А нету такой крывой. Сезонное выдах колебаний я не нашел в интернете готовых. У меня в институте хроматограф, там мальчик меряет. Я говорю, ну ты мне можешь концентрацию выдавать сегодня? Я говорю, молишь померить, сколько концентрация углекислого газа у тебя в лаборатории? Могу. А завтра молишь? Нет, не могу. Завтра уже мне некогда этим заниматься. И хотя бы такой эксперимент про наличие приборов. Хроматографы стоят у многих. Сезонное. Вот зимой ну 0,04 и летом у нас 0,04. А почему 0,04? А процентрата должна уменьшиться углекислого газа. Если тайга, все деревья распустились. Значит, по ортодоксальным представлениям, они же должны съесть углекислый газ. А он не меняется. Да все надо перепримерять. И значит, я думаю, что уже очень многие вопросы без эфира не могут быть поняты вообще никак. Так они... Их подходят без эфира. Вот у меня по воде с геологами. Я говорю, что родники, с горы текут. Они мне говорят, там ледник ищи. Озеро. Я не нахожу ледника. Я говорю, вот, родник есть, а ледника нету. А он мне говорит, геолог. Значит, это загадка природы. Вот хотя бы озеро рыться. Там нету ледников в Абхазии. А родник есть. Они не рассматривают, умалчивают. Им это не надо. Андрей Алексеевич, покушайте. Как? Да нет, я уже поеду. Там у себя покушаю. Чай горка, я допью. Это потому что комиссары ножны. Если бы хоть одного ученого расстреляли бы. Как? Расстреляли ученого. Если бы расстреляли бы. Вывели на площади и расстреляли. Тогда бы другие, может быть, начали чухаться. Ну, вы понимаете, конечно, уже большой прогресс в науке заключается в том, что ученых вашего типа или моего типа пока еще не расстреливают. Так вот это привело к тому, что никто ничего не делает. Вот вам нужен был этот, да как сказать. Отдельные энтузиазмы попадаются все-таки. У вас нужда была. Вы сделали и забрали витую пару. Вот. Вы провода скрутили. А вы даже не называете это витой парой. А когда у нас компьютеры появились. Ну, было раньше вот этих IBM не было. Было время, когда у меня там стояли ДВК 3М. К ней заземление. Батарею закапывал я под окном. А пришли эти IBM-ки. Никакого заземления не надо. А то, что у меня было, я выключаю. То есть я отключаю, а у меня там... Внимается, я берега Петрушка. Мы от социализма перешли в капитализм. Один вопрос. Когда от капитализма переходит социализм, это вроде начинается системность, понимаете, подгребают то, что при капитализме удалось реализовать и так далее. Сейчас все наоборот. И поэтому, значит, пока у нас не восстановится социализм, положение науки будет вот примерно такое же, как сейчас. Потому что наука не просто не нужна. Наука вредна. Знаете, когда Тесла сделал свой автомобиль, питающийся на эфирной тяге, нефтяники страшно переполошились. Понятно все это. Ну, это комиссары нуля. Который каждый дал бы, вывел. Конечно, конечно. Вывел до растений. Понимал бы моего деятельства. Значит, вот это и показывает, как наука связана с социологией. Они вот так все переплетены. Вот. И никто сейчас ничего делать не будет. И деньги расходуются только на то, что уже известный ему уже дать короткие деньги. А всякая наука требует денег, исследования. Поэтому, понимаете, не надо огорчаться по этому делу. Надо создавать заделы, надо, значит, готовить почву для того момента, когда все будет востребовано. А так это бесполезно. Ну, оно где вот, если я об угле буду писать. А? Если я об угле буду писать, об угле, о нехте, о газе, оно завтра уже будет невостребовано. Потому что будет... Ну, другие будут. Энергетика будет. Катушка Теслая там. Вот я думаю, я надеюсь на то... Понимаете эту историю? У меня было нескольких случаев, когда, переругавшись с начальством, или даже не переругавшись, а не получив поддержки с начальством, я вокруг себя собирал рядовых исполнителей. Понимаете? Вот наиболее характерный был один случай, который был связан с комиссией Кремлевской. Вот, значит, когда... Каким-то образом меня пригласили доложить о состоянии комплексов пилотажно-навигационных, значит, систем, значит, на самолетах, что... Что предлагаете вы в своем мире? Ну, я выступил молодой специалист. Мне было 32 года, по-моему. Ну, вот. Значит, а я только что закончил тему по преобразованию угла в код. Я сказал, что, значит, нужно в первую очередь унифицировать сигналы. Вот такие-то предложения. Ну, это я вообще знаю. Я рассказывал. Я рассказывал дело не раз. Ну, вот. Сидели все директора московского куста из Ленинграда приехали. И все дружно сказали, что это быть не может, потому что... Ну, не может и все быть. Каждый самолет занимается своим делом. А тут вот нашелся умник. И председатель в собрании сказал, что Владимир Ефимович дорогой, вы заблуждаетесь, поддерживать вас мы не можем. Все. После чего, через год я выпустил ГОСТ и послал их всех к такой матери. Ну, вот. И кто не выполнит этот ГОСТ, не будет, он не встанет на самолет. Вот и все дело. И проблема была решена. И никто больше не вспоминал, что они приняли такое идиотское решение. Но у меня были и другие случаи, в которых то же самое участвовали низы. Потому что верхи принимали разнообразие. Вот за то, что я ездил на смерть Сталина, на похороны, значит, его, из Ленинграда в Москву и обратно без билета. Но вот у меня был такой талант. Значит, ездить без билета. Значит, меня исключили с Комсомолом. И было принято решение. Исключили с Комсомолом. А это означает автоматом и ездить из института. Там никто и разбираться не будет. Так за меня вступила сначала группа, а потом весь факультет. И вот зал сидит. Там у нас в политехе, в Ленинградском очень большой зал. Наверху десять человек. Президиум. Они все за то, чтобы выгнать Суховского, к черту матери, за нарушение дисциплины. Весь зал за Суховского. А потом, член комитета Комсомола, которого я знал хорошо, Домжичев, мне сказал на какой-то там конференции, значит, что неужели, что мы будем тебя исключить из Комсомола? Я говорю, а что я думал? Решение было принято. Ну вот. Не за, не за, не дай это сделать. А когда меня на факультетском бюро спрашивали, значит, вот ты еще раз и в следующий раз тоже поедешь? Я ему сказал. О каком следующем разе можно говорить? Станин у нас был один. Значит, и я ездил к нему на похороны, а не на вашего похорона. Ну вот. Ну и все выгодно, чертова. Не за, не дай. В Лии был такой случай. Мне предъявили обвинение, что бумаги, которые я сдал, а их надо было сдать до августа месяца, значит, все подписаны не первыми лицами, а за экзаменами, которые имели право это делать, они меня подписали. Так вот это мне было поставлено в вину. Что значит это самое... У него первые лица не стали подписывать. Они не стали, они все попляшивать. Ну вот. И в аспирантуру было принято решение не принимать, не брать документы. Ну вот. И вытащили меня мои же товарищи молодые специалисты. Обошли все инстанции, устроили скандал. Конкретно вот Буря Абрамов, который потом стал у нас директором. Ну вот. Там еще несколько человек. Ну, короче говоря, оказывается можно и с начальством воевать. Поэтому я рассматриваю этих дурочков, как, так сказать, людей, поселившихся в теоретической физике, эксплуатирующих ее. Это паразиты. Но воевать с ними было пустое дело. Поэтому себе дороже. Вот я переписываю с лаборатории Глушко, они сейчас в Казахстане обретаются, и говорят, что не надо воевать с теорией относительно. Надо забыть про него. Глушко. Ну вот. Они мне сегодня ответили, что это неправильно, надо молодежь обучать там и так далее, и так далее. Ну, обучайте. Потому что молодежь, которая прижилась в теоретической физике, вы ее не смеете ничем. Он же деятельность на эту тему пишет. Ну, конечно. Ну, понимаете? Да нет, он и грант не получит. Ну да. Я вот у себя в институте был, как бы, обычным с ними вместе. Все было хорошо. Как только я высунулся в одном месте, все. После этого меня начали читать, не пускать на конференции, говорить, что ты не пиши, что ты сотрудник этого института, ты и пиши там, что ты... Ну, вот все. Если хотите, подпишите статью, вот, которую я прошу вас сделать, любым псевдонимом. Ну вот. Который будешь понравиться. Ну, переставьте несколько букв, там, предположим. Не, это надежда на молодежь, мне кажется. Да. Но им-то материал надо готовить. Вот в чем дело-то. Сейчас интернет. Вот вы опубликовали, прочитает молодой, уже в школу пройдет. Витя, понимаете, какая история? Мы вот эти самые... Они будут в интернете, они будут продаваться. Это уже есть. Мои книги все, так называемые, во-первых, в двух озонах продаются, в магазинах озонах. Уже давно продаются. Ну вот. А теперь, значит, завелась интеллектуальная ярмарка. Значит, с которой они рассылают, эти самые... Ну... Ну, я смотрел, Шляпников делает. Да, да, Шляпников. Значит, я с ним договорился, что по мере выпуска трудов, значит, он их будет публиковать. Плати 100 рублей и получи книжку. Ну вот. А есть? А? Есть кто-нибудь, кто принес 100 рублей и получил? Берут. Берут? Да. Значит, это самое... Ну... Он ведет учет. И сказать, что берут много, это неверно. Но, во всяком случае, есть куда обратиться. А вон их адрес. Там, значит, по которому можно обратиться. А то, что, понимаете, этот... будет для многих интересен. Это безусловно. Понимаете? И поэтому, значит, научные журналы. Как читают? Вот. Вот. Сейчас уже научные журналы практически никто не... не подписывается. Подписывается там, в лучшем случае, институты. Институты. Потому что, во-первых, это дорого. Ну вот. А во-вторых, это и не так интересно, и не всем нужно. Ну вот. Значит, фактически мы выпускаем научный журнал. Но как раз вот по эфиру, что сегодня востребовано уже вот. Понимаете? И вашу статью прочитают, и будут интересоваться, и звонки пойдут. Это... это все будет. И... публикация... Блинов все написал. Все, что я могу написать, Блинов написал. Вот. У вас книжка есть. Самая... И вы ссылаетесь на Блинов это. Да. Вот он все написал уже это. Что это? Вот о чем я вам рассказывал сегодня? Про Ольный метан, про землю, про эфиру. Все он написал. Нет. Молодец. Он, конечно, молодец. И мне его придется пересказывать, Блинов и Рикард. Говорит, что вы... Я это придумал, но оказалось, что Блинов это тоже уже знал. Слушайте. Мне... Значит... Я время от времени выпускаю новые издания, там, свои книги. Почему? Потому... В ней там... Ну, дай Бог, есть и 10% нового материала. А может быть и меньше. Потому что все забывается. Блинов Виталий Филиппович, по-моему, да? Я не помню инициалы. Но... Нет. Он молодец. Но, понимаете, это не... У него там есть химические формулы, которые... Вот он тоже пишет, как кальций можно получить. Он живой, не знаете? Не знаю. Нет. Он это давно написал. Он, по-моему, я не помню, в Харькове жил или в Киеве. Не знаю. Но есть много работ авторов, которые... Ну, короче говоря, во-первых, вы его не весь повторяете. Далеко. Потому что у вас исходная постановка другая. Два любых предмета имеют бесчисленное количество схожестей и бесчисленное количество разностей. Попробуй, попробуй писать. Просто я вам говорю, что я уже десять лет не пишу. Нет. Понимаете, какая история? Значит, никаких сроков я вам не ставлю. Никаких ограничений по объему я вам не ставлю. У меня просьба, чтобы это было, чтобы можно было до людей довести основные идеи. При Блинову уже никто не помнит. Ну, как я вот узнал. Нет. Ну, вы дадите ссылку на Блинову в литературе. Вот и закрыли вопрос. Я в интернете зашел на сайт. Я, кстати, не знал. Блинов занимался расширением земли. Значит, у него свои расчеты, у меня свои расчеты. Я тоже занимался расширением земли. Мои расчеты по порядку величины сходятся с Блиновскими, а по учителям, вообще, не совсем. Ну, другие. И он, и я не учли неравномерность вот по поверхности расширения. Но сейчас это не имеет никакого значения. Ну, и не только Блинов. В Австралии вообще проходили во всяком случае регулярно эти самые конференции на эту тему. Ну, и что теперь? Никому не заниматься, что ли, этим даем? Нет, этим занимаются. Там, да. Только лишь в стенах академии наук. На английском варианте книги стоят два джентльмена улыбающихся и держат вот такой прозрачный глобус. А внутри маленькая земля показана. А на русском издании ничего этого нету. А зря. Ленинский проспект, дом 6. Но? И что? Бывший московский горный университет. МГИ институтом университет. У него есть геологический музей. Вот заходим в Миллу и там эти модели глобусов растущей земли стоят прям под стеклом. Ну и хорошо. И что? Студентов вводят посады. В связи с тем, что Блинов занимался этим делом, эти глобусы выросли теперь, что ли? Нет. Одним и тем же вопросом. Это не тленка. Она все равно сохраняется. Хоть вот электроинститут, он не знает, что у него там музеи стоят лобусы. Конечно. А студенты знают. Мне привели, показали. Вот растущая земля. Правильно. Правильно. нет. Я обнаружил причину почему эти самые причину почему континенты образовались и все такое. Почему раскололась верхушка кора. Потому что поверхность расширяется пропорционально квадратному радиусу. А масса расширяется пропорционально кубу. она расширяется по всей опять же по той же самой эфиродинамике. В результате растет напряжение растет напряжение кора не выдерживает и колется. Вот и вся причина. эфир это поглощается. Я так и думал. Нет. Ну видите. От того что вы так думали меня теперь что прекратить сработать. Вы мне об этом сказали еще на семинаре Иванова. Только я кубку отряд не знал я знал что эфир текает. Мне удалось доказать очень важную вещь тогда еще давно значит что эфир входит в поверхность Земли со скоростью второй космической. А кто ее мерил? Нет. Никто не мерил значит так получается. Нет. Подождите. Вот теперь можно мерить. Можно брать ее за эталон эту скорость. А доказано срочем просто я посчитал объем сферы которая вот имеет такую толщину и падает всегда из бесконечности. падает из бесконечности. И оказалось что ее объем не меняется по мере движения. То есть вот эта часть ускоряется быстрее вот задняя часть ускоряется медленно объем растет и то есть не объем а поверхность вот здесь уменьшается здесь уменьшается но здесь такой а общий объем сохраняется неизменным. а это означает что одиопатических изменений нет. А здесь значит она падает как из бесконечности значит камень падает. Не изменяя внутренние структуры. А это и есть вторая космическая скорость. Вот и все. А никто этого кроме меня не сделал. Понимаете? И поэтому я знаю. И теперь когда он меряет скорость и нам нужен эталон пожалуйста поверните свой прибор на 90 градусов вот так. И вот это отклонение и будет отклонение под действием вот этого эфирного ветра. Повернули обратно по горизонтали. Но эталон уже есть. Единственное что нужно сделать стабильным прибор. Ну сейчас эти приборы уже делают. Ребята которые я тоже пригласил в лабораторию. Один в Жуковском. Вы эфир регистрируете. А? Поток эфира вы регистрируете по отклонению лазерной указки у луча. Это консольная балка под действием обыкновенного ветра. Те же самые закономерности. И уже сделали несколько приборов ну приводят они мне сюда напоказ. Я говорю это не так это не так это не так это не так я тебе переделаю. Он поехал переделать. Значит эта самая работа по эфирному ветру в Харькове. это я стимулировал. Ну да. Вы рассказывали. конечно. А Юра Галаев который заделся этим делом придумал два своих способа других. Ну вот. И намерил там черное сколько. ему за это теперь денег не платят. Вы стимулировали меня тоже. Я пока вас не знал я не думал о том что у меня метан там может нет. Ну понимаешь какая штука. и растение. Поэтому наша задача сейчас готовить молодежь. А для этого надо чтобы было написано и чтобы было написано интересно. Ну что договорить. Буду писать. Ладно. Закрывать. Глазам отдыхать надо. 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 Надо тоже. Мне запрещено перегружаться. Значит буду писать.